День в истории. 8 апреля. Рисунок к статье. Жак Брель, 1929-1978 год ГГ, человек, принадлежавший в равной мере бельгийской и французской культурам, известен у нас прежде всего как киноактер-комик. Он запомнился хотя бы как незадачливый камевой жертв Зануде. А за кадром, и другие грани таланта, и культурный контекст. Прежде всего, Брель Шансенье, Барт. Его открыл Жак Конетти, французский продюсер. Брат Элиаса Конетти, нобелевского лауреата, автора массы и власти. Кадр из фильма Зануда. 1973. Отдельные люди, одно, государство, другое. Они ведь не индивиды, то есть неделимые, а очень даже делимые. Но когда Великобритания и Франция заключили между собой соглашение от 8 апреля 1904 года о создании коалиции, подавалось это в антураже совершенно романтическом. Это Антанта, по-французски. Антант Коди Ал. Сердечное согласие. Итоги. И мировая война, и неспособность Антанты справиться с большевиками. Памятная открытка 1908 года. Ура, ура, минус закричали тут швамбраны все. На дворе день рождения бывшего председателя земного шара, Кофи Аннона, появившегося на свет 8 апреля 1929 года. Дипломат из Ганы. Он с 1997 года, после 35 лет аппаратной работы в ООН, в течение 10 лет был генеральным секретарем главной международной организации. И запомнился. Не только как первые чернокожие на своем посту, но и своими попытками эту самую ООН реформировать. Как это реально сделать, не ведает никто. Даже человек, чье имя в переводе означает «родившийся в пятницу». Фото с сайта www.kofiananfoundation.org На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Но нет, статуя на снимке, не того, о ком вы подумали. Это Николай Рязанов, 1764-1807 год ГГ, русский дипломат и путешественник. Но прежде всего, персонаж литературный и сценический. А факты? В 1803 году Рязанов, назначенный посланником в Японию, отплыл туда с кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В дороге, ссору, некрасивая история. А поэма Вознесенского «Авось», рок-опера Рыбникова в Ленкоме, сами по себе. Памятник Николаю Рязанову в Красноярске. Авторы – Константин Зинич и Андрей Касаткин. 2007. Фото Владимира Захарина.